3 часа утра. Так птички красиво поют. Фонарики самые стойкие остались гореть. Скоро уже рассвет и наступит новый день. Как же красиво эти цветы смотрятся в таком кашпо. Сама нежность. Вечерняя съемка самая яркая наверное. Днем солнышко светит и видео получается неяркое. А вечером зато комары. Делать вообще ничего невозможно. Съедают напрочь. Ну уж очень их много. Ну так же и мошка. Сибирь матушка. Хотя я думаю наших любимых насекомышей хватает везде. Не только в Сибири. Сирень в этом году отдыхает. Совсем немножко цветет. Но все равно запах стоит потрясающий. Это обычная садовая сирень. Без названия. У нас росла еще одна сирень белая. Но цвела она как-то очень плохо. И соцветия у нее были мелкие. Нам пришлось с ней распрощаться. Но зато поросли она давала как сумасшедшая. Когда сирень отцветает, очень важно правильно ее обрезать и вовремя. Для того, чтобы она на следующий год заложила новые цветочные почки. Иначе если неправильно обрезать и сделать это поздно, цветение можно и не увидеть на следующий год. Сегодня весь день занималась грядами. Все рыхлило и пололо. У нас в этом году очень сложно с поливочной водой. Испортились трубы. А воду мы берем то есть не мы, а общество. Берет воду с реки. Речка находится на той стороне железной дороги. И чтобы поменять трубы те, что испортились, нужно разрешение от железной дороги на проведение работы. Но, как вы понимаете, это не быстро и все очень сложно. Но, надеюсь, в ближайшее время все это решится и мы все-таки наконец-то будем с водой. Иначе без воды очень тяжело. Только дождик. Погода жаркая, а дожди редкие. Так что выживаем как можем. Питьевую воду, конечно, привозим из города. А вот поливочная с этим сложнее. Моя новая розочка аспирин высадила ее в эту клумбу. Пока пришлось подвязать. Разваливается очень. На этой клумбе у меня все растет в розово-белых тонах. Поэтому здесь ей будет самое место. В самом начале распуска цветы нежно-розово-бежевые. А когда уже распустится полностью, то получаются белые цветы. А здесь у меня парковая роза. Канадка Прейли Джой. Посадка прошлого года. Призимовала отлично. Канадские розы очень зимостойкие и отлично подходят для Сибири. Их можно даже не укрывать. Но я на всякий случай все укрываю. Уже появились бутончики. Думаю, зацветет самая первая. Сюда высадила свою новую гортензию метельчатую. Лаймлайт. А здесь у меня ясколка. Это многолетник, выращенный рассадой из семян в этом году. Очень красивое почвопокровное растение. Цветет беленькими цветочками. И сама зелень у нее очень декоративная. В этой клумбе у меня бордовый георгин, розовые гладиолусы и по краям ночная фиалка. А это две елочки из леса. Любимые питомцы моего мужа. Вот их он просто обожает. Я их прищипываю, чтобы они пустились. Когда он это видит, он меня отсюда гунет, как не зная кого. Говорит, пусть они немножко подрастут. Иди щипай свои гортензии и розы. У входа у меня растет можжвельник хоста и роза. Этот можжвельник подарила мне соседка Танюшка с нашей улицы. Хвойные растения у меня вызывают особую любовь. Роза Мицамер. После зимы вышла очень плохо. Пришлось обстричь ее на пень. Но, слава Богу, все с ней в порядке. Набирает бутончики. В этом году все жалуются на то, что розы после зимы вышли плохо. У меня, кстати, так и пропала роза Pink Cloud. Плетистая роза. Ну, разве не прелесть этот можжевельник? Я всегда подхожу к нему и трогаю его, трогаю. Такой миленький он на ощупь. Так бы и затискала его. И, кстати, пахнет он очень вкусно елочкой. В нашем саду-огороде прибавилось новое декоративное строение. Да, к тому же еще и с качелькой. Теперь можно посидеть и отдохнуть. Правда, отдыхала всего я на нем пару раз. Времени практически нет на посиделке. Как мы его делали, я немного поснимала. Есть видео на канале. Мне очень нравится. Приземлился в него и вставать неохота. Крупнолистная гортензия Mini Penny. Вся в этом году на бутонах. Вся будет цвести красиво. У меня, по-моему, Галина спрашивала, как они у меня зимуют и какой результат. Просила показать, сделать видео. Вот так вот перезимовали. Эта гортензия зимовала у меня здесь, на даче, в ямке. Калина Бульданеш. Вся в цвету. Жалко, что отцветает она очень быстро. Особенно, если жаркая и сухая погода. Ей бы хороший полив, но в этом году у нас с этим очень большая проблема. Вода настоящий дефицит. Калину очень тля любит. Но я научилась с ней бороться. В начале весны, когда только начинают раскрываться листики, обрабатываю искрой. И хватает на весь сезон. Очень красивая калибрашка. Цветочки, солнышки. Вообще люблю калибрахоа. Цветет так нарядно, обильно и все лето. Никаких проблем. Анюткины глазки очень симпатично смотрятся в этом белом кашпо. Прям как будто бы специально для них я его плела. Очень нравится. Здесь у меня цветочный микс. Посажена лобелия, бакопа и анюткины глазки. Как разрастутся, будет очень даже симпатичненько. В этом году решила миксовать растения. В одно кашпо садить несколько цветов. Мне кажется, что один цветок дополняет другой. И получается очень даже здорово. Не скучно. Посмотрите, что натворили сегодня собаки. У меня тут растет капуста. Прикрыла ее от солнца, потому что с водой напряг. Утром встала и обалдела. Весь укрывной порван. Дуги на полу. Но неестественно и капуста половина сломана. Капусту, конечно, жалко. Но и собачат очень жалко. У них дома нет. Я от всего сердца хочу пожелать, чтобы у каждого был свой дом, любящая семья, крепкое здоровье. Ну и мира. Мира во всем мире. Бы SmellsTIм importante. Я давно устала разные цель. И ужеrique.